В читальном зале Центральной библиотеки «Аншлаг» желающих попробовать себя в декорировании сумки приходится рассаживать на любые свободные места. Ребята еще ни разу не работали с тканью, поэтому всем безумно интересно попробовать свои силы. Используем маркеры для ткани специальные. После высыхания они, соответственно, не смываются. Сумку можно стирать. И также используем акриловые краски, которые также после высыхания достаточно стойкие. И сумку можно использовать и стирать, и с ней ничего происходить не будет. Для начала ребята рисовали контур, чтобы затем приступить к раскрашиванию красками. Это, пожалуй, самый сложный и ответственный этап работы. Самое сложное – это было контур нарисовать. А почему? Потому что там он плохо виден, и ткань может слишком сильно вытянуться, и уже будет по-другому нарисовано. Затем юные дизайнеры работали с цветом. Тут, как оказалось, тоже есть свои нюансы. С акриловыми красками немножко надо понять консистенцию, текстуру, толще слой или тоньше, жидкая краска или густая. И тоже, в принципе, ничего сложного нет. Василиса Фролова, хоть и рисует акриловыми красками в первый раз, быстро поняла, как смешивать цвета, получая новые оттенки, и играть с плотностью покрытия. Нужно сначала добавить белого, а потом розового. Размешать немножко, добавить воды, и получится розовый. Хоть большинство ребят рисовали одинаково хлам, каждый рисунок получился особенным и не похожим на остальные. Ты добавила в рисунок свои элементы. Расскажи, что ты нарисовала еще? Своё имя и самолёт. А почему самолёт? Захотелось. Ну, ты любишь самолёты или как? Или почему? Я мечтаю на него полететь. Некоторые родители так прониклись атмосферой творчества, что не удержались и тоже решили принять участие в мастер-классе. Очень интересно, тоже хочется делать сумочку. Очень нравится, очень полезно для детей. Первый раз? Мы в этом ходим, иногда ходим. Каждый участник мастер-класса получил не только новые полезные навыки, но и заряд хорошего настроения и эксклюзивную яркую сумку, с которой можно легко отправиться в магазин, школу или на прогулку. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Продолжение следует.